Да, добрый день. Вообще, знаете, для меня удивительное мероприятие. Мне кажется, это вообще новое слово в том, что происходит сегодня на рынке и вообще в сфере таких мероприятий. И тем приятнее принять участие не просто в качестве участника, а в качестве спикера. Да, если какие-то там будут проблемы со звуком, да, вы мне тогда дайте знать. Конечно, конечно, не беспокойтесь. Хорошо, а так как времени у нас по регламенту не очень много, то презентация, слава богу, будет не очень длинная. И я хочу рассказать про то, в чем разбираюсь лучше всего, наверное, так. Сегодня мы поговорим о том, как использовать CIEM как сервис для успешного соответствия требованиям такого международного стандарта, как PCI DSS. В качестве базы для сервиса CIEM мы используем продукт компании Rapid7. Соответственно, все наши, ну, большинство наших выводов, нашего опыта основано именно на использовании данного продукта. Ну, для начала немножечко кратенько, что такое PCI DSS, возможно, не все знают. Это сфера compliance в информационной безопасности. Это международный стандарт, который придумали и внедрили платежные бренды Visa, MasterCard, American Express и так далее. И также его поддерживают и региональные платежные бренды, такие как MIR, Uscard и так далее. Тоже многие свои программы безопасности основывают на этом стандарте. Соответственно, стандарт безопасности определяет, как мы защищаем платежные данные своих клиентов и инфраструктуру, которая за этим стоит. Стандарт в основном применим к банкам, процессинговым центрам, платежным шлюзам, всем, кто работает с карточными данными, которые сейчас все больше и больше используются для оплат, особенно в период карантина, онлайн оплаты и так далее. Значит, здесь мы сосредоточимся на требовании 6, которое, хочу сразу заметить, что в стандарте PCI DSS нет прямого указания на необходимость использования CM-системы, в отличие, например, от системы типа IPS, IDS, Firewall и так далее. Но сам стандарт говорит о том, что журналы событий, логи должны, во-первых, собираться в достаточно большом объеме и, что самое главное, ежедневно мы должны эти логи смотреть, анализировать на предмет различных событий, инцидентов и так далее. И для любой компании, у которой больше одного сервера или одной системы, смотреть вручную большое количество так называемых сырых логов довольно проблематично. И здесь мы переходим к необходимости использовать различные автоматизированные средства для вот такого анализа. То есть, еще раз, прямого требования нет, но большое количество требований стандарт, одно из которых я вот здесь привожу, не оставляет нам другого выбора, кроме как использовать средства автоматизированные для выполнения вот этих вот задач, вот этих требований. И, как и любое требование практически любого стандарта, у нас есть большой выбор, как то или иное требование выполнять. Если говорить про CM, про управление логами, то здесь у нас глобально есть три пути. Первое – это развернуть что-то из open-source средств бесплатных. Второй вариант – купить какое-то платное решение, также себе поставить и администрировать. И третье – это отдать данную функцию кому-то на управление, то есть купить это как сервис. Вот такие три пути. У каждого есть свои плюсы, свои минусы. Я думаю, что большинство IT-специалистов, специалистов безопасности так или иначе с подобным выбором сталкивались, когда это касалось любых других продуктов, начиная от выбора операционной системы и заканчивая выбором других средств защиты, размещения серверов и так далее. Если мы… я немножко за скобками оставлю open-source решение, потому что здесь, я думаю, многим понятны плюсы и минусы, сравню то, за что приходится платить не только временем своих специалистов, но и живыми деньгами чаще всего. Это покупка CM-системы, либо использование сервиса. Здесь важно, что чаще всего, по нашему опыту, сервис – это скорость и часто квалификация. То есть, чтобы эффективно использовать систему внутри, не просто ее купить за какие-то деньги, разово развернуть и забыть, с CM-системой так поступить нельзя, она будет бесполезна. Здесь нужен постоянный ресурс, постоянное участие специалистов в настройке, в том, чтобы разбирать те сообщения, которые выдает система, как-то реагировать и так далее. Опять же, здесь нету никаких секретов и, может быть, даже сложности, потому что про CM написано довольно много статей, различных примеров, кто как внедрял, кто внедрял open-source и так далее. Но все это требует человеческого ресурса, и этот персонал достаточно высококвалифицированный должен быть, потому что таких специалистов мало, и их достаточно часто, например, небольшие компании удержать, тяжело удержать подобных специалистов. Соответственно, использование CM как сервис дает вам возможность получать услуги от высококвалифицированных специалистов, которые будут работать не только с вашим решением, а с несколькими внедрениями, за счет чего им достаточно интересно работать. Интересно работать, они не застаиваются, постоянно развиваются, и это стоит вам сильно дешевле, чем этих же специалистов держать у себя. Если переходить к конкретному решению, которое использовали мы, это система от компании Rapid7, как я говорил, то там есть несколько опций. Это сбор логов при помощи агентского решений и без агентского. На самом деле, там много различных вещей, но это просто достаточно важно и интересно, потому что при помощи агентов, как выяснилось, получается собрать информацию быстрее, она более точная, и с этими данными, которые уже от агентов поступают, сильно проще работать. Вот, соответственно, все, что безагентское решение, это хорошо подходит для различных роутеров, межсетевых экранов, домена, то есть каких-то вещей, куда агента поставить сложно. Это то, что изначально для нас было приятным сюрпризом еще, когда мы начинали использовать эти продукты, потому что с агентами оказалось гораздо проще работать и гораздо проще собирать информацию. То есть вы, когда будете выбирать вендора, очень важно уточнять, на каком решении работает ваш провайдер, если вы захотите это как сервис получить, то есть какие инструменты он использует, потому что, я не скажу слово часто, но периодически вы можете встретить провайдеров, которые будут использовать какие-то open-source решения, но так как CM все равно требует, в отличие от управления внешними уязвимостями, установки какой-то части системы внутри, то, соответственно, все прелести работы с open-source, как плюс, так и минус, они, соответственно, вас тоже будут затрагивать. Поэтому при выборе обратите внимание на то, на чем работает конкретно ваш провайдер. Ну и суммируя преимущества сервиса, конкретно по CM, но это касается во многом и других сервисов, для многих компаний сейчас это гибкость, это перевод капитальных затрат в OPEX, то есть вы быстро запускаетесь, не платите сразу много денег, а некоторые сейчас предлагают и достаточно длинные, вообще бесплатные периоды использования. Вы можете быстро наращивать, либо наоборот снижать количество потребляемых, скажем так, лицензий, объема сервиса и так далее. И сервис для вас это всегда скорость развертывания, вы можете быстро запуститься, попробовать, посмотреть, быстро получить какие-то результаты и понять, куда вам двигаться дальше. То есть в случае, если вы будете покупать, например, систему себе сразу, может оказаться, что вы на этапе планирования чего-то не предусмотрели, может быть, рост получился больше, чем вы закладывали, могут возникнуть сложности. А в случае сервиса вы можете его приобрести, развернуть, посмотреть, быстро выработать какие-то, ну, что-то отметить, о чем не задумывались ранее. И даже если вы хотите в итоге прийти к собственному Сиему, который будет стоять внутри, сервис позволит вам достаточно дешево провести вот такой вот пилот, получить экспертизу и уже подойти к выбору Сием с достаточным знанием о том, чего вы действительно хотите и что нужно учесть. И это может существенно повлиять на ваш дальнейший выбор, на выбор вендора, выбор команды, которая вам нужна внутри и так далее. И, соответственно, еще последний слайд, который я хотел сказать, он такой более фантазийный. И я хотел поговорить о том, а что если в терминах, например, стандарта PCI DSS вообще все отдать наружу как сервис. Сразу скажу, что технически вы можете отдать практически все, кроме одного раздела, связанного с работой с платежными приложениями. То есть любой, кто работал в банке, либо в каких-то платежных решениях, знает, что есть такие основные приложения, где, собственно, транзакции проводятся. И даже в этом случае я видел, как подобный функционал давали наружу другим провайдерам, но чаще всего это остается некой ключевой функцией бизнеса, и она остается внутри. Но, например, в PCI DSS есть явные указания на средства защиты, такие как CM, то, что мы обсудили, фаервол, управление уязвимостями, контроль целостности, антивирусная защита, веб-аппликейшн фаервол, либо соответствующее сканирование. И вот это все, например, можно отдать наружу по сервисной модели. Такие примеры тоже есть. И здесь все те же самые преимущества, ну и особенности работы, как и в случае, если вы просто CM отдаете наружу как сервис. То есть, в принципе, все то же самое, все те же преимущества, все те же особенности договорных отношений, возможно, даже страхования и так далее. Но, тем не менее, все вот эти функции вы можете отдать наружу. И что самое интересное, сейчас появляется все больше и больше вендоров и вариантов, которые готовы даже лицензионные модели подстраивать под ваши нужды. И если еще 5-10 лет назад, если вы хотели что-то, какой-то средств защиты купить, вам надо было заплатить за год вперед на определенное количество лицензий, и потом либо их как-то докупать, доплачивать было неудобно, то сейчас уже многие вендора свои лицензионные схемы подстраивают под вот такие, в том числе, непредвиденные обстоятельства, которые сейчас случились, все перешли на удаленную работу, и резко возросло потребление лицензий удаленного доступа. Если вы до этого использовали 100 лицензий, тут вам нужна 1000, и в этом случае использования вот этих новых MSSP-моделей лицензирования вы можете быстро нарастить лицензионную мощность, два месяца попользоваться, потом обратно вернуться на свои 100. Это касается большого количества возможных средств защиты, которые в том числе нужны по стандарту PCI DSS. И также вы можете отдать многие вещи, если не все, связанные с различным документационным обеспечением, которые требуют все стандарты, которые существуют. Всегда там есть раздел различной политики, стандарты, конфигурирование, процедуры и так далее. Awareness, то есть тренировку сотрудников в основном безопасности, либо других вещей тоже можно отдать. И, соответственно, то, что компании научились отдавать раньше всего, это управление IT-инфраструктурой. Все мы привыкли к тому, что можно инфраструктуру перенести в Центр обработки данных, начиная от просто колокейшена, заканчивая возможностью, когда провайдер управляет даже вашими операционными системами и базами данных. Это очень для многих удобно, гибко. Да, здесь возникает вопрос доверия, но здесь мы уже переходим, можем перейти в юридическую плоскость, которая касается качественно составленных договоров и того, как разбираться, кто виноват, если, не дай бог, что-то случится. Но та степень гибкости, которую вы получаете, она очень часто этого стоит. У меня все. Я надеюсь, я уложился в 15 минут. Спасибо большое, Евгений и коллеги. Возможно, у вас появились вопросы еще. Не стесняйтесь, задавайте. Пока вопросов я не вижу. Народ подустал к концу дня, да? Нет, вы знаете, явка очень хорошая у нас, как я смотрю. Спасибо вам огромное, Евгений. Да, спасибо большое. Если что, да, можно задать мне вопрос в чат, наверное. Да, я думаю, вот контакты ваши в данном случае видны или можно действительно через чат.